Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как вот 6 числа во время ужесточения, казалось бы, норм карантина, которые не имеют никакого закона, как они ужесточаются, что нам предстоит, если вас будут штрафовать, делать, что вам делать и как на сегодняшний день вас защищает, прежде всего, ваше конституционное право. Ведь вы, наверное, все знаете, что права и свободы нас, как граждан Украины, можно даже сказать, не только как граждан Украины, как жителей наших государств, близлежащих, мы говорим и в России. Беларуси в данный момент мы не берем в счет, потому что в Беларуси все четко и пока ясно. Но что необходимо делать, если к вам пришли сотрудники полиции, которые совершенно не понимают, что они должны делать? Они должны на вас оставлять протоколы. Но давайте по порядку разберемся со всеми вот этими вот процессами, которые происходят сегодня в нашей стране. Вот запомните раз и навсегда, что сейчас делает власти, то есть в лице товарища Зеленского, который является гарантом наших конституционных прав. Запомните, что делает Министерство внутренних дел. И вот тот товарищ, я не помню его фамилию, замминистра Министерства охраны здоровья, который себя каким-то образом возложил на себя полномочия главного санэпид-врача Украины. Хотя товарищ Супрун, доктор Смерть, вы знаете, ликвидировала эту вот вообще позицию. Вы знаете, что это фактически сейчас то, что происходит, это чисто психологическая атака для людей, у которых нет концептуальной властности. И у людей, которые на сегодняшний момент готовы подчиниться любому указанию вот этих вот властей, которые узурпировали сегодня власть. И пытаются без введения определенных норм и нарушения конституции забрать у нас права. Итак, первое. У нас нет санэпид-врача, ибо нет санэпид-врача. Есть замминистра, который возомнил себя санэпид-врачом, что сегодня нарушает действующее законодательство. Вводить карантин может исключительно санэпид-врача. Об этом вы тоже знаете, но санэпид-врача у нас нет, она ликвидирована. Поэтому принятые решения заместителя министра, они незаконны. Значит, насчет того, как к вам могут зайти в квартиру по любым вопросам. Вот некоторые мэры городов, некоторые мэры городов, они запугивают сегодня людей о том, что они будут заходить в жилье, что они будут каким-то образом ущемлять ваши права. Так вот, вы запомните раз и навсегда, что к вам могут зайти только исключительно по решению суда. Суды вы знаете, как работают сегодня с перебоями, поэтому заходить к вам никто не будет. И если вы, конечно, сами добровольно не пустите к себе домой и не обосретесь. Поэтому к себе домой никого не пускать, на вот эти вот решения тех мэров, пэров и прочей вот этой шелупони вообще не реагировать. Значит, ограничить нашу свободу могут только, опять же, по решению суда. Или если вы сами согласитесь ее ограничивать. Вас никто не имеет права никуда уводить. Вам никто не имеет права ничего указывать, потому что вы абсолютно свободные граждане. И вас, повторюсь, защищает Конституция, а не законы о полиции и законы о местном самоуправлении. Значит, составить протокол на вас по статье 44 административного кодекса, части 3, могут только в случае, если вы больны. И этот факт еще необходимо установить. Значит, чтобы это все понять, вы должны четко осознать, что никаких законных оснований на вас составлять протокол и штрафовать вообще нет. Поинтересуйтесь, как собираются устанавливать этот факт, кто пытался, ну, из тех людей, кто будет пытаться на вас составить протокол. Потому что вот это вот просто глупо. Поэтому сопротивляйтесь. Обязательно в протоколе, если они уже составили, пишите свои возражения. Сказать, что вы на сегодняшний день, ваши конституционные права нарушены. Об этом я скажу чуть-чуть позже. Во всех иных случаях этот протокол стоит не больше, чем какая-то определенная постанова, какого-то определенного дяди Пети или дяди Васи, который возомнил себя суперполицейским. Значит, если вам вменяют отсутствие маски и грозят 44 статьей, частью 3 административного протокола, поинтересуйтесь, где вы, конечно же, можете бесплатно получить эту маску и вот те прочие перчатки и так далее. На основании, опять же, статьи 20 закона о санэпид благополучии, который сегодня существует также на основании Конституции Украины. Запомните, статья 20 закона о санэпид благополучии. Если хотят установить, здоровые ли вы на месте, поинтересуйтесь, где вы можете немедленно сразу же пройти тест и получить адекватно, больные вы, не больные, подозрения у вас, не подозрения. Поэтому это все очень сложно и никто не в состоянии будет этого сделать. Если полиция попытается составить на вас протокол, все-таки, по 44 статье, 3 части, вы тут же поинтересуйтесь, чем они докажут, что вы больны. Вот нужны будут понятые, нужны будут доктора, специалисты, чтобы определить, что вы больны. Потому что, согласно постановой Кабинета Министров, только лишь те люди, которые будут нарушать санэпид нормы и будут реально вызывать подозрения, вот они будут привлекаться не только к административной, но и к уголовной ответственности. Вы должны заметить, что вы не инфицирован и не больны. Но протокол составляет исключительно на больных людей, поэтому вы должны это четко понимать. Значит, для того, чтобы составить протокол, его необходимо составить и оформить грамотно, то бишь написать фабулу. Ну, конечно же, необходимо установить вашу личность. Если вы будете в этом им помогать, говорить свои фамилии, отчество, данные, свой паспорт, конечно же, вы в этом плане поможете им составить. Поэтому не рекомендую вам давать свои документы. Но если вас потребуют связить сотрудники полиции, свой участок, то в конце концов, они будут нарушать ваши, прежде всего, конституционные права. Никто вас никуда возить не будет. Ну, вы, в принципе, можете им составить протокол с ваших слов, посоветовать и составить таким образом. Написать, что вы живете в городе Днепропетровске, например, если даже живете в городе Херсоне, в Днепропетровске города такого нет, вы знаете, что есть город Днепр. На улице Степана Бендеры лучше пускай составляют протокол на деревню Деду, потому что все эти протоколы, это Филькина главное. Главное, чтобы вы ни с кем не конфликтовали и не провоцировали никаких конфликтов. Говорите вежливо, четко, понятно, потому что, повторюсь, сами сотрудники полиции, такие же люди, как вы, которые сегодня, нарушая наши конституционные права, выполняют вот эти преступные указания тех людей, которые сегодня захватили власть. Теперь самая важная конституция Украины. Статья 33 гарантирует свободу передвижения любого человека. Вас никто не может блокировать на дороге, куда-то вам задерживать идти, заходить в магазины и прочие учреждения, которые существуют на территории Украины. Если статья 30, вот к вам кто-то может заломиться домой, то статья 30 Конституции Украины защищает ваше право на ваше жилье и собственность. Статья 29 вообще запрещает вам ограничивать и лишать вас свободы, потому что согласно Конституции вы можете полностью перемещаться по территории Украины без каких-либо проблем. Статья 28 вас защищает от принудительных медэкспериментов над вами. Вы можете отказаться от любых прохождений, тестов и так далее. Это согласно статье 28. Почему мы об этом вам говорим? Потому что именно Конституция Украины является основным законом. Я буду об этом неоднократно говорить. Именно статья 8 говорит, что в Украине действует верховенство права, что нормы Конституции с нормами прямого действия, они сразу же вступают в законную силу. И все законы, которые существуют на территории Украины, они действуют согласно вот именно Конституции Украины. Теперь давайте вспомним вот о постанове Кабинетов Министра Украины. Значит и местные органы, которые объявили чрезвычайную ситуацию, и на сегодняшний момент это как бы немного попахивает какими-то непонятными высерами, которые никаким образом законом не обусловлены. Значит, ограничение прав и свобод возможно исключительно в случае введения чрезвычайного состояния, или там стану, как у нас говорят. У нас нет ни чрезвычайного состояния и никакого специального состояния, и никто на это рискнуть не пойдет и не сможет. Значит, я думаю, что власть вот таким образом пытается сознательно запугать наших граждан и фактически забрать у нас наши конституционные права. На сегодняшний день суды, как ни странно, они стоят на стороне народа, потому что никто не будет, в принципе, идти против конституционных прав, потому что после вот этой вот всей херни, которая в конце концов закончится, будут большие-большие разборки и, прежде всего, вопросы к президенту Зеленскому, который сегодня узурпировал власть, нарушил права человека. Нарушил не просто конституцию, а наши с вами права. Поэтому идите в суды и не бойтесь, все записывайте на видео. В судах вы также имеете полное право записывать в любой формат. Сотрудники полиции, с которыми вы общаетесь, также их записывайте на видео, потому что нужны видеодоказательства. Значит, я вам скажу так, вот никакой сегодня адекватной нормативной программы относительно ограничения ваших прав нет. И то, что есть на сегодняшний день, это все фрагментарно высосано из пальца и легко разбивается в судах, и также в апелляциях. Я думаю, что, в принципе, неконституционные запугивания нашего украинского народа не пройдут, и мы будем сегодня стоять до конца на своих позициях. Я не скажу, что вы должны наплевать на безопасность себя и других, потому что у каждого, повторюсь, есть своя позиция жизненная, и каждый на своем уровне здоровья. Поэтому соблюдайте определенные нормы безопасности и не нарушайте их. Я скажу так, что на сегодняшний день маски, которые люди носят, они не защищают, как мы уже неоднократно говорили, и на сегодняшний момент эти все маски необходимо постоянно менять, а этих масок найти сегодня практически невозможно. Значит, вот советы и рекомендации, которые описаны в ограничении Кабинета Министра Украины, в большинстве случаев они имеют какие-то определенные формы для того, чтобы обеспечить нам безопасность. Но я вот на сегодняшний момент, вот тот вирус полицейского государства, он на сегодняшний момент не просто разрушает, а фактически уничтожает нашу с вами государственность, и мы остаемся вот в таком формате, в котором мы сегодня оказались. Поэтому, друзья, помните, что нас защищает Конституция, что на сегодняшний день третья статья говорит, что честь и достоинство гражданам Украины является наивысшей социальной ценностью этого государства. Поэтому будем находиться в этом состоянии и будем бороться. Отвечаю на вопросы на ваши. Кирилл Правонастол, Кирилл, привет, генистико, генистико, привет, голая пристань на связи. Голая пристань, тоже большущий привет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Помните, что на сегодняшний момент мы будем центром связи. Если у кого-то возникают вопросы, видео присылайте мне на канал. Вот о неправомерных действиях сотрудников полиции, если необходима какая-то адекватная или срочная ситуация, мы выйдем с камерами к вам на место. Так, в Европе надеваем по желанию и нет пронуждения. Согласен. Какая статья, если в стране беспредел? Какой статьи нет, но, скорее всего, в стране нарушены все права и нормы Конституции. Товарищ Зеленский просто поправил нас, поправил не просто, я говорю, обещание, а как президент нарушил наши все права. Поэтому требуем отставки этого резидента, который выполняет задачи, которые оставят ему свыше. Так, купаюсь в море, каждый день гулял и буду гулять на набережной без маски. Совершенно правильно вы делаете. Каждый сам решит, почему делать. Слушать можно у кого угодно. У вас штрафуют без маски. Я думаю, что мы сейчас с этим будем делом разбираться. Сегодня 6 апреля, по-моему, да? И мы сегодня будем вылавливать тех полицейских, которые будут нарушать права граждан Украины. Если, конечно же, вы не будете поддаваться на эти провокации. Маски прописаны только больным, здоровым они нужны. Согласен полностью. Этот вирус просто страшилка. Обыкновенный грипп, а значит, прохраняться надо от гриппа. Согласен. Кирилла, здоровья, тебе удачи. Побочный эффект карантина стало очень трудно заканчивать телефонный разговор. Дважды за сегодняшний день я чуть не сказал, ладно, мне надо бежать. Прежде чем понял, что бежать мне решительно некуда. Меня маски напрягают. Маски – это идентификация вашей рабской позиции, что вы приняли вот эту вот ситуацию и вам завтра еще будет хуже. Маски – это только начало того, что вы есть рабы. Пока еще, на секундочку, сытые, но без каких-либо конституционных прав. После карантина все на Киев выносить перед ногами Раду. Я думаю, что мы это все проходили, если товарищи Порошенко не станут во главе этой всей движухой. Поддерживаю статью 116 Кабинета Украины. А, Конституцию Украины. И восьмую статью, там описаны полномочия Кабмина. Совершенно верно, потому что Кабмин немного превысил свои полномочия. А где Европа? Почему она не помогает Украине? Какая нахрен Европа? Пускай Европа сама себе помогает. Заботливая власть копает огромное количество могил и показывает это. Сегодня я поеду на кладбище, покажу вам, сколько могил накопали сегодня в городе Херсоне. Привет, Днепру. Конституция Украины не соблюдается, не работает. Это фикция давно нарушаемой власти. Вам, нам очень нужны, не исчезайте. Мы есть на канале, рассказывайте про нас. Подписывайтесь на канал, ставьте, повторюсь, лайки. Продвигайте все те видео, которые мы вам показываем. Карантин надо закрывать. Нифига, это не обыкновенный грипп. В этом вирусе расстроенная инфекция, ВИЧ-инфекция. От него украинец желает. Дай бог, если в легкой форме, то можно дома отсидеться, лекарства в аптеках нет. Почему Россия не помогает? Ребят, вопросы очень правильные. Но на сегодняшний день, повторюсь, если у вас возникают вопросы, звоните мне, присылайте свое видео мне на канал. Будем это вечером в эфирах обсуждать. Поэтому без паники. Повторюсь, то, что сегодня происходит, я вам сказал, что нарушены все конституционные права наши, как граждан Украины. И мы сегодня должны бороться за свое право показывать. Ведь сегодня идет фактически репетиция. Репетиция, подчеркиваю, насколько мы, как рабы, сможем сопротивляться сегодня или не сопротивляться. От этого будет зависеть дальнейшая судьба каждого из нас. Поэтому, граждане Украины, соблюдайте трезвую позицию. Не подчиняйтесь сегодня вот тем незаконным, опять же повторюсь, решением Кабинета Министра Украины, который узурпировал сегодня власть, подменив сегодня Конституцию Украины, каким-то образом заставив нас поверить в то, что мы все потенциально больные люди. Скажу откровенно, здоровым людям никакие вирусы не угрожают. Потому что именно здоровые люди сегодня есть воплощение вот того будущего, на которое сегодня рассчитываем мы. Ведь после карантина, который сегодня незаконно введен, повторюсь, у нас нет главного санэпид-врача. У нас заместитель министра здравоохранения возомнил и превысил служебные полномочия. Это попахивает, по-моему, если не ошибаюсь, 396-й статьей Уголовного кодекса Украины «Превышение своих служебных полномочий». Нам с вами навязали этот бред, и мы с 6-го числа должны все, как бараны, ходить в масках. Поэтому, повторюсь, если вас кто-то будет пытаться составлять на вас протоколы, ссылайтесь на Конституцию Украины, ссылайтесь на то, что ваши права и свободы, они на сегодняшний день не ограничены постановой Кабинета Министров, по-моему, 221-го, а ссылайтесь на то, что вы абсолютно призвомыслящий, здравый человек, имеющий конституционные права. И напомню товарищу Зеленскому, товарищ Зеленский, вы сегодня не бог и не царь. Вам сегодня делегировали всего лишь свои полномочия в своих интересах распоряжаться граждане Украины. Если вы сегодня представляете резидентуру внешнего предиктора, то скажу вам откровенно, вам не удастся уничтожить экономику страны и рассказать про свои басни, про каких-то слух народа, которые в ночное время под тишок и под шумок будут разворовывать нашу с вами Украину. Поэтому, ребята, мы такие же все граждане Украины. Вся вот эта вот власть в лице товарища Порошенко, в лице товарища Зеленского, это вот те лозунги, с которыми эти моральные уроды приходили, со словами «житы по-новому». Мы не хотим жить и по-новому, жить и в такой стране, в которой люди умирают за конфеты Порошенко, в стране, в которой на сегодняшний день нет перспектив развития, роста, а самое страшное, уничтожают нашу с вами прекраснейшую государственность и экономику. Я вижу сегодня город Херсон, видите, несмотря на все вот эти вот нормы, ужесточение движется. Люди в масках, вот, кроме вот этих вот рабов, которые сегодня передвигаются по городу, я не вижу, но людей, вы видите, все меньше и меньше. Вот, кстати, если у вас будут что-то требовать, необходимо, чтобы люди обосновали, обосновали все свои требования, которые они перед вами выставляют. Поэтому, друзья, будьте абсолютно адекватными, трезвыми и помните, что на сегодняшний момент именно ваша позиция, человеческая позиция людей, которые живут по Конституции, а не по тем законам, которые сегодня навязаны Кабинетом Министром Украины, у вас есть шанс не просто выжить, у вас есть шанс состояться, наконец-то, как граждане. Потому что за 28 лет независимости Украины, я еще раз повторяюсь, независимости от нашего здравого ума, в котором мы с вами смогли, умудрились уничтожить все экономики, разрезать все предприятия и, наконец-то, дойти до исторического момента, продать самое главное, свою землю, продать свое будущее и продать своих с вами собственных детей. Поэтому, товарищ Зеленский, повторюсь, ты сам говорил, что ты, если не будешь справляться, будешь уходить в отставку. Но самое страшное, что на сегодняшний момент товарищу Зеленскому дышат в спину такие же моральные уроды, депутаты, которые на сегодняшний день ратуют за наше благоденствие, но кроме бабла и личной наживы ничего не видят. Вот такая вот у нас на сегодняшний день перспектива. И сегодня мы говорим, что вот блогеры, обыкновенные люди, которые снизу понимают все, что происходит, и есть вот тем перспективам, я не говорю о себе, ребят, у меня и так самая высшая власть, это моя семья и власть над самим собой. Я повторюсь, я вам еще раз неоднократно заявляю, мне не удалось создать бизнес. Когда я делал бизнес, мне не удалось работать в бизнесе, потому что хамская система поборов, хамская система вот тех вот непонятных процессов, которые на уровне кумовщины разрушали фактически любые посылы, любое желание развиваться в этой стране привели к тому, что бизнесом я в этой стране заниматься точно не хочу. Я занимаюсь журналистикой. Кто мне говорит, что я какой-то недожурналист и так далее, у меня есть лицензия, у меня есть право заниматься тем, чем я занимаюсь. Поэтому я открыто на своем канале вам рассказываю свою позицию. Ту позицию, которую мне кажется из моего жизненного формата и опыта. Где берешь деньги на жизнь и как зарабатываешь. Ребят, вы знаете, никто сегодня не заинтересовывается и не спрашивает, как я кормлю своих пятерых детей. Живя в двухкомнатной квартире, которая на сегодняшний день по квадратам не соответствует количеству тех людей или детей, которые живут. У меня двухъярусные кровати, как на зоне. Я никому об этом не плачусь и не рассказываю. У меня иногда не бывает на хлеб дома. Но повторюсь, я выполняю ту задачу, которая на сегодняшний момент позволяет мне не быть рабом, а быть отцом своих детей, потому что я взял на себя ответственность. И скажу откровенно, все мои дети одеваются с секонд-хенда. Мы не, как у нас многие говорят, не жируем и не создаем условия, в которых я похож на какого-то недочеловека, который пытается навязать свою историю. Повторюсь, у меня пятеро детей. Я вижу, как мою страну уничтожают. Я вижу, как вот те люди, которые, придя к власти на крови, продолжают уничтожать наше с вами общество, забирая будущее у моих детей. Поэтому, друзья мои, повторюсь, не подчиняйтесь вот тем вот указаниям, вот этих вот дебилов, которые узурпировали власть. Ну не может кабинет министра Украины взять и подменить конституцию, которую попрали тысячи раз. А мы с вами молчим, начинаем пытаться отдупляться только лишь тогда, когда сегодня у нас полная жопа в стране. Я сегодня специально поеду на кладбище, покажу вам, сколько могил нарывают. Я об этом делал много репортажей. У нас в каком-то городе Херсоне, в котором 300 тысяч населения, 300 тысяч человек, которые проживают на сегодняшний день по вот тем документам, которые существуют. Поэтому, если вас интересует, как я кормлю свою семью, объясню. Я не наркоман, не алкоголик, не убийца, не коррупционер. Я обыкновенный человек, который, как директор информационного агентства Taurian News, исполняет свои обязанности. Поэтому, я скажу вам откровенно, те парохоботы, которые сегодня заявляют о нашем непонимании того, что с нами происходит, повторюсь, с нами все четко происходит. Мы полностью сданы Западу, нас полностью с вами разложили по косточкам, нас заставили говорить на разных языках, нас заставили поверить в историю, которой не было. А самое важное, помните, 75-летие Великой Отечественной войны и победы, которая будет на сегодняшний день, 9 мая, мы должны отпраздновать с поднятой головой кверху. Потому что, уничтожив тогда вот ту коричневую чуму, которая пришла на нашу территорию, мы смогли. Но сегодня мы просрали нашу победу. И Аллея Славы, которая зарыгана, обоссана нашей молодежью, неблагодарной в дни города, это еще раз ответ на те вопросы, которые на сегодняшний день мы все с вами не задаем. Мы просрали нашу с вами историю, разбазарили нашу с вами страну, уничтожили культуру, развалили институт семьи, получили наркоманов, алкашей и конченую власть, которую сегодня мы с вами под крики и хохот шамана продолжаем попирать. Поэтому все вот эти вот маски, которые, повторюсь, никаким образом не защищают вас от коронавируса, который на сегодняшний момент является не просто фейком, а обыкновенным гриппом, вам навязали. Я приведу еще маленький-маленький пример. У нас в Лозерском районе был свиной грипп. И когда я приехал, поднял село, свиной грипп закончился мгновенно, вырезали в соседних районах свиней и пообещали компенсировать. Но никто ничего не компенсировал, никакого свиного гриппа не было. Таким образом власти наживались на таком быдле, которое боялось противостоять. Но быдло, проголосовав за Зеленских, быдло проголосовав за народных депутатов, которые сегодня ни один не пришел и не высказал вот ту позицию, которую сейчас я озвучиваю. Поэтому когда вот эти вот позиции приходят, вы голосуете за вот это вот конченное, повторюсь, конченное сучье племя, которое сегодня продолжает нас с вами уничтожать, вырезать и таким образом уничтожать наше с вами государство. Поэтому, ребят, вы фактически сегодня, вам скажу откровенно, Палестина и сектор газа, сектор газа, в котором вас загнали в стойло и заставили верить в эти вот позиции. И самое главное, вчерашний расклад товарища Зеленского относительно того, что он посадит Порошенко, показал, что продажа земли, которая была произведена вместе с товарищем Порошенко, еще раз показывает, что нас на пять лет, если товарищ Зеленский сейчас не уйдет в отставку, на пять лет принудили жить вот под тем правилом этих моральных уродов, которые сегодня не просто нас с вами загоняют, нас заставили жить, как они сказали, по-новому, как сказал товарищ Порошенко, самоутилизируясь в своих собственных квартирах, домах. Система образования, дистанционное обучение, вы представляете, какой стресс для наших детей? Чем это все закончится? Вы сами же это все прекрасно знаете. Если вы еще надеетесь на какие-то перспективы, сидя в своих квартирах, сидя в своих крысятниках, то скажу откровенно, шары не будет, в плен брать никто никого не собирается, ну и жизнь раненым тоже никто никому оставлять не будет. Я говорю просто от чистого сердца, говорю все то, что у меня накипело и наболело в душе, потому что видя вот это вот беззаконие и тотальную тиранию, повторюсь, абсолютно трезвыми глазами, я абсолютно трезвый человек, я вообще не употребляю алкоголь, наркотики и прочую хрень, Поэтому мои нейроны сегодня сложили достаточно большое количество синопсисов, для того, чтобы понять, что идет не просто геноцид, а уничтожение народонаселения, славянского народонаселения, вот той директивой Алина Далеса, о которой на сегодняшний день мы тоже все забыли. Почитайте директиву Алина Далеса и почитайте убийство непокорного, самого непокорного народа на планете Земля. Если мы сегодня с вами покоримся всей этой историей, то нас ждет неминуемая гибель, гибель великого народа с великой культурой, с великими традициями и самым важным, абсолютно здоровым пониманием того, что мы живем на самой богатой, пока еще непроданной земле. Поэтому, товарищи Зеленские, израилевы слуги, слуги сучьего племя, это на сегодняшний день вот то, что мы получили в итоге в этой эйфории, в этих кинох. И помните, кино показали, кино закончилось, пришла вот эта вот реальная жизнь. Поэтому, скажу откровенно, мы сегодня или остаемся гражданами Украины, или просто ложимся в могилы, закрываемся и потихонечку умираем. Вот такая вот позиция, маяк, жителя города Херсона, жителя Украины, который неоднократно уже заявлял и говорил о том, что мы с вами не просто, скажем, стадо баранов, которые постоянно стригут, мы просто люди, которые перешли все грани нормального трезвомыслия. Так, друзья, приехал за Валерчиком. Значит, давайте я отвечу на некоторые вопросы. В Италии первый раз упало, ребята, да в Италии живет срань, старики, пенсионеры. Там, если вы помните, была попытка разогреть тот же самый фашизм с компанией Фаши. Вы помните о таком Бенита Муссолини. Именно в Италии развивалась пандемия, которая привела к началу Второй мировой войны. Именно там Бенита Муссолини строил фашистскую партию, но не смог догнать, потому что итальянцы оказались таким немного гниловатым сообществом. И при всем том, что вся западная Украина подмывала унитазы, мыла, выносила какашки именно в этой стране, в которой 20% населения пенсионеры. Именно там находятся американские базы. Именно там сегодня в европейской части вот того самого Бергама находились все вот те, скажем так, форматы и репродуктировали так же самую высадку американцев на Луну, чтобы вы примерно понимали. С гробами. Вот там тех стариков просто не лючили. И всех записывали, как умерших от коронавируса. Так, 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 идем дальше. Индиверные захваты потребнее. Кому они потребнее, не знаю. Одна грязь в Италии. Совершенно верно. Так, идем дальше. Вот вы тут мне вопросики задаете. Попытаюсь Зеленскому. Надо предложить собственную ручную намазать зеленкой у виска. Согласен. Кирилл молодец. Подскажите, есть ли такой Кирилл в Киеве? Не знаю, есть. Но скорее всего есть, потому что сегодня куча блогеров. Просто я повторюсь, я не сижу дома, не рассказываю басни, а готов сегодня идти. И сегодня, как только будут, вы ждите на моем канале. Какие-то неправомерные действия сотрудников полиции я буду снимать в прямом эфире и буду показывать на своем канале. Так, Зеленский, уйди в отставку. Вот представьте, после 73-х процентного триумфа и поддержки народа населения, сегодня у этого Зеленского, который предал, Зе, предал сегодня не просто интересы вот тех избирателей, которые в последнюю очередь поверили этому человеку после его кровавого кондитера. Но как оказалось, что Зеленский это и есть продолжение кровавого кондитера. Те же яйца только в профиль. Так, идем сейчас еще, вы тут вопросы мне задавали, попробую отвечать. Кирилл, ты воин света, да я обыкновенный человек, просто мне сегодня надо думать о своих детях. А что делать, если выпишут штраф, судиться это стоит денег. Ребят, вот вам выпишут, повторюсь, административный штраф, вам судиться не надо, это в уголовной статье, вам необходим адвокат. Вы приходите в суд, обязательно приходите, а перед тем, как судиться, напишите в протоколе, что ваши права были нарушены. И вы докажете, если надо будет, мы сделаем горячую линию, будете звонить мне по телефону 050-575-3091 и мы вам поможем в суде защититься. Все, кстати, записывайте на видео, присылайте вместе, потом будем все эти моменты обсуждать. А что делать, если выпишут так? Кирилл, ты так, да, репетировались. Президент и комитут утратили законность. Конечно, они на сегодняшний день не просто утратили законность, они сегодня все уголовно нарушили наши с вами права. Безнаказанность рождает безысходность и все прощениям плодится беспредел. Согласен, в магазине не пускать беспечаток совсем с ума сошли. Ну, сошли с ума, потому что на сегодняшний момент так выглядит сегодня наша с вами Украина. Страна, которую изнасиловали несколько раз. Но скажу откровенно, Украина это сегодня промежность. Или как пел товарищ Полотно, опа, опа, с трендой срослася жопа. Этого не может быть, промежуток должен быть. Так вот мы с вами промежуток или полигон, на котором тренируются эти люди, которые сегодня из нас сделали баранов. СБУ, где ты? СБУ сегодня занимается только лишь побором предпринимателей, особенно отделы К, такие с Латвински, как в городе Херсоне. СБУ сегодня погрязло само в коррупции. И на сегодняшний день заставляет этих всех предпринимателей также на заклане их быть рабами и платить взятки. От паники и страха больше могут умереть людей, чем от мнимого вируса. Согласен, и это на сегодняшний день культивируется. Учите Конституцию. Никто ни в какой стране не учит Конституцию, учит надо детей. Так мы детей своих учим, и мы вам сегодня об этом рассказываете. Ребята, снимайте тряпки с лиц. Снимайте тряпки, потому что тряпка это идентификация раба. И выстрелы якобы под замерами температуры вас потихонечку приобщают быть рабами, преклоняясь сегодня под этими выстрелами в то, что вы сегодня как скот, который гонят на убой. Народ поднимается. Я думаю, что народ поднимается и начинает отдупляться снизу. Не с тех телеэкранов, с тех вот рейтинговых каналов, на которых сидят одни и те же жирные рожи, которые все вместе в Верховной Раде. Они же могут выходить с трибуны и говорить, но этого не говорят, потому что, повторюсь, и следующие те, кто сегодня в Верховной Раде, с продажными моральными уродами и, одним словом, сущим племенем. Так, поэтому на сегодняшний момент вот такая вот ситуация. У нас вот Валерчик пришел. Валерчик, твоя позиция, расскажи. Стример Кирилл сегодня на связи, давай. Сколько? Ну, скажи, что ты в маске, что-то не в маске. Не, у меня есть. Ты подготовился? Готов? Ты готов сегодня оплатить штраф? Да не, ну все же есть. То есть, будешь маску одевать, да? Если шо, вот и все. Ну, если шо, ну ты согласен с тем, что Кабинет Министра превысил свои полномочия, захватил вас в стране? Да ну, то все, ну, шляпа, шоу. То все, шляпа, ребят. То все, шляпа, вы помните. Валерчик, привет, ну как ты? Кто это? Ну, это Амиго. Так а кто это? Ну, это наш товарищ. Друзья, в общем, мы сейчас едем по городу, будем общаться. Если что, у вас какие-то вопросы, присылайте нам свое видео. Пишите, ну конечно. Валерчик, ёбни Кирилла. Ну, Арсен какой-то, Мазанов. Ёбни Кирилла. Так, Кирилл, добрый день. Мы в Михайловской области, Запорожская, говорят, что милиция будет штраф за суд. Я вам сегодня выше сказал, штраф на сегодняшний день, повторюсь, не давайтесь так легко. Пишите в протоколе свои возражения, в суде это все легко отбивается. Протом, вам адвокат не нужен, административный суд. Вот я вот так вот, ну тоже, ну думаю, если как бы, ну ломбарды есть, ну тебя кто-то как бы, ну остановит, ты, ну скажешь, я иду как бы в ломбард. Все, ну получается, да, штрафа нету. Ну такая, да все. Так, ребят, ну нету, нету на сегодняшний день, ломбард, аптека работает, публичный дом у нас вон подрачивают дальше, ну и как бы процесс идет. Северному Кавказу большущий привет, мечтаем приехать к вам в гости. Друзі, а, я еще раз хочу сказать, что те, кто сегодня почувствовал меня в российской мове, вольно владеем украинской мовой, спілкуемся, не переживайте, говорим украинского, чтобы много людей понимали, что происходит сегодня в Украине. Так, не мути воду, Кирилл, жизнь в городе Икс, живи в своем страхе, живи в своей жопе и помни, на сегодняшний день нам вот эти все страхи и сказки, басни и венского леса неинтересны. В Новую Каховку, ну поедем, ну в принципе, если сейчас есть на сегодняшний день смысл. Так, ребят, не перенебрегайте своей безопасностью, пристегивайтесь в авто, присоединемся обоихся. Какой СЭС, Центр Громадского Здоровья, МОЗ Украины, ЕС, Санитарное Воложение, Законное Здоровье? Ребят, да нету такого. Вы читайте внимательно положение про Кабинет Министров, он также написан, по-моему, 140-й статье Конституции Украины. Так, Кирилл, я родился в Украине, ненавижу эту страну. Я не могу ненавидеть Украину, потому что здесь родились мои дети. Я обожаю эту страну, но на сегодняшний день, повторюсь, именно мы есть составной частью, которая формирует жизнь и условия в этой стране. Поэтому каждый относитесь к этой ситуации достаточно объективно. Янукович, приди, коронавирус, победи. Янукович просто баран, мог тогда все это дело не допустить и изменить. Что думаете о мэре новой Каховки? Коррупционер, взяточник, ему пора сегодня, его пора вынести, но в Каховке, к сожалению, нет активных людей. Ребята, смотрите в Бергамо, в Италии, все поймете сами. Что смотреть? Турфальдини из Бергамо, ребят, вот это вот кино, которое нам показывают, это все бред сивой кобылы. Так, ездили на мото, сегодня пытались, сейчас остановить, пошли вам, нету маски от меня. Едем, едем. Привет из Долбунева, мы с вами. Из Долбунева великое витание, великое витание от Херсона. Я знаю, что сезон сегодня не будет працювати, все готели на море в черном закрытии. А многие люди, собственно, живут с этого, как бы, скажем так, моря. Поэтому, жопа. Так, подожди, как нам лучше поехать? Так, и через этот, через... Так, короче, ребята, всем добра, счастья, любви. Я, наверное, эфир сейчас вырубаю, потому что, вот, кстати, вам еще покажу немного наш город. Сейчас мы находимся на самом лучшем районе Шуменском, потому что Валерчик здесь живет, правильно? Ну да. Вы видите, что, в принципе, на сегодняшний момент... Она налево туда, да? Ну, там по кругу и так. Да, блин, слышишь. Ладно, поехали. То есть, получается такая вот ситуация, в которой мы сегодня, простые граждане, еще раз вам говорим. Не бойтесь моральных уродов. Вот тех, кто сегодня вас заставляет быть баранами, это те сами бараны, которых тоже ведут на убой. Кирилл пиарит свой канал. Жизнь в городе Ха. Ты просто знаешь, вот, когда у людей желчь, мой канал, это мой канал. А твой канал, это, скорее всего, водопроводная труба, которая идет в смыв бачок твоего унитаза. Поэтому, сидя на толчке, ты сидишь и рассказываешь. Я пиарю свой канал. Просто на моем канале мы можем собраться и адекватно порешать. Где маска? Маска только у рабов, помните? И у больных людей. Абсолютно здоровым, трезвым людям маски никакие не нужны. Так, что делать людям, у которых нет денег на жилье? Понимать, что сегодня вас заставили верить в эту самую вот хрень, которая сегодня убивает наше общество. Нарушитель, присягнитесь. То есть, по городу, в принципе, согласно вот тех норм, которые существуют, пристегиваться мне некогда. У меня даже нет сегодня ремня безопасности. Ребят, да не о ремне безопасности думайте, а о своей безопасности. У меня как раз все отлично. Все хорошо и прекрасно. Так, репортаж с инфекцией больницы сделай. Да нет никакой инфекции. Я сейчас, кстати, созвонюсь с руководством области. И будем вести прямую информацию или прямой репортаж с руководителем области относительно ситуации, которая происходит у нас в регионе. Так, всем добра, счастья, любви. Я думаю, что буду выходить в эфир сейчас почаще. Поэтому оставайтесь с нами на канале. Сегодня мы поговорим с губернатором Херсонщины на нашем канале. О ситуации, которая складывается согласно карантина. Повторюсь, вот те должностные лица, которые исполняют те указания КМУ, это еще более рабы, которые вынуждены выполнять те задачи, которые перед ними ставят. Поэтому сегодня прямой эфир с руководством и города, и области. Я думаю, мы вам гарантируем и обеспечим. Давайте на наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех любим. Чмоки-чмоки. Из нашего абсолютно здорового города. Из города Херсона, города не спящих. Знаете почему? Потому что Херсон. Всем здоровья, любви. Продолжение следует.